Вот я мучаюсь всю свою жизнь тем, что я не пошел вместе со своей матерью. Что я, так сказать, по сути дела, инстинкт самосохранения сыграл слишком большую роль в моих действиях. Тогда можно то же самое сказать о русских военнопленных, которые ходили тысячами по риге и никакого сопротивления не оказывали. Причем их охраняли, скажем, идут тысячи военнопленных, охраняя 2-3 немецких солдата или даже не немецких. Спросите, почему они не сопротивлялись? Казалось бы, общий враг нацизм объединяет. Но даже в Беларуси, где к концу войны было более 300 тысяч партизан, евреи в смешанных отрядах не везде, но нередко чувствовали на себе антисемитизм. В других отрядах, да, было, что и гоняли, и иногда даже и расстреливали. Особенно явно это проявилось в начальный период становления партизанского движения. Но, конечно, антисемитизм был, особенно в период такой 42-43 года. Мы знаем случаи, когда узнавали, что это евреи, то находили возможным и даже уничтожали людей. В конце войны первый еврейский партизанский отряд в Европе Тувия Бельского стал и самым многочисленным. Это был отряд для почти 1200 человек. При этом боевая его группа достигала 500 вооруженных бойцов. Их опасались и оккупанты, и местные полицаи, и польские партизаны. Статистика такова, что абсолютно пропорциональность участия еврейского населения в партизанском движении равна пропорциональности участия белорусского населения. Во втором по величине белорусском еврейском партизанском отряде Шолома Зорина было до 800 человек и около 200 в боевой группе. Они принимали беженцев из гетто, охраняли их и одновременно проводили боевые акции. Были также и отряды поменьше. В нашей пусте был отряд Левина. Но это был отряд такой очень обремененный. Это был полусемейный отряд. Там были семьи. И много семей. Из-за крестных местечек, часть семей из Минска. И вот когда началась блокада 1943 года, то им досталось больше, чем другим. Потому что вот наш отряд. Мы снялись и ушли. Мы ушли в непроходимый отопий и там растворились. А здесь человек 200, если не больше, семьи. Ну куда их? Ну вот они как-то этот Левинский отряд он сохранил. После войны Бельский через Польшу уехал в Израиль, а затем в США. Зорин смог эмигрировать в Израиль только в конце 60-х годов уже прошлого века. Яков, ну вы здесь вылитый, что называется, фриц или ганс. Фриц, не ганс, фриц. Фриц, да? Все немцы были фрицами, а русские – Иваны. Вот так вот. Они звали Иваны, а русские звали их фрицами. Еще одна уникальная судьба сложилась у Якова Ингермана, который тоже считал себя партизаном и был, возможно, единственным чистокровным евреем в немецком вермахте. Ингермана, молодого учителя из украинского города Шепетовка, хорошо знавшего немецкий язык, советская разведка забросила в зону оккупации. Яков представился как фольксдойча. Ему поверили, и он стал солдатом, а затем и ефрейтором немецкой строительной части. При необходимости он работал переводчиком в гестапо. Ингермана вступал вместе с немцами как немец, помогал подпольщикам в разных городах Украины. Был близок к самоубийству, потому что из-за постоянного оступления ему казалось, что он слишком мало делает для борьбы с фашизмом. Просто хотел умереть. Если я не сделал себе, чтобы только поддерживали партизаны, идея. Так я говорю, что я здесь делаю? Там мои братья падают на фронте, а я живу, немцам веду. И хорошо, что я делал, так я не справдовал, что я делаю что-нибудь для родины. Немецкую форму он снял, наконец, уйдя в конце войны к итальянским партизанам. После победы Якоб Ингерман решил уехать в Израиль, где всю жизнь до пенсии проработал в израильской разведке. Но до конца жизни так и считал себя партизаном. Та война была не только борьбой с нацистской Германией. В зависимости от страны она носила и элементы гражданской войны, и межнациональный характер. Польские партизаны убивали украинских и наоборот. И те, и другие нередко не упускали возможности уничтожить евреев или советских партизан. Еврейские партизаны часто воевали на несколько фронтов. При освобождении Вильнюса от немцев польские повстанцы подняли над башней Гедеминоса символом города свой национальный флаг. Но их выбили оттуда советские подразделения, в рядах которых был и еврейский отряд Абы Ковнара. Сам Ковнар уже после войны хотел организовать бывших еврейских партизан на месть убежавшим от возмездия нацистам. И не только. Они даже пытались отравить через пекарню целый лагерь немецких военнопленных под Нюнбергом. Миллионы евреев не уходили в расстрельные рвы и газовые камеры безропотно. Но очень много людей просто сопротивлялось, не шло в ямы. Люди как могли сопротивлялись, поднимали отчаянные и самоубийственные восстания в многочисленных гетто Польши и Беларуси. Не говоря уже о бунтах в концентрационных лагерях. Восстанием еврейских узников лагеря Собибор в Польше руководил советский офицер. К еврейскому сопротивлению прямое отношение имеют и украинский партизан Кавпак, и белорусские партизанские командиры Корж, Капуста, Орловский и многие другие. Они спасли сотни евреев и дали им возможность не просто жить, но и бороться. Партизанский командир Паранягин, который спас несколько сот евреев, освободив их из гетто, в то же время, воспользовавшись своей властью, расстрелял каких-то евреев по каким-то делам, чего ему до сих пор не могут простить. И он, спасший несколько сот евреев, не может получить праведника мира только потому, что в каких-то серьезных обстоятельствах расстрелял несколько человек еврейской национальности. С той войной еврейские проблемы не закончились. В Словакии домой вернулось только три тысячи евреев, но и здесь в 1946 году сразу после войны грянул еврейский погром. В том же году кровавый погром произошел в польском городе Кельцик. Причина везде была одна. Выжившие евреи, в том числе и партизаны, возвращались в свои дома, а их уже не ждали. Их считали погибшими, и в их домах и кроватях благополучно спали соседи. Для поляков оказалось неожиданным, что евреи, пусть в небольшом количестве, но стали возвращаться. А дома, так называемые по-польски каменицы, лучшие дома в местечках, лучшие дома в городках, уже захватили поляки. Немало имущества еврейское перешло в их руки. И хотя не было еще каких-то законных процедур, позволявших возвращать это имущество, все-таки был страх, что евреи вот пришли и предъявят права на свое имущество. В связи с этим также стали развиваться антисемитские настроения. В Советском Союзе в послевоенные годы Сталин расстрелял антифашистский еврейский комитет и фактически окончательно уничтожил свет еврейской национальной интеллигенции. Вскоре было организовано и откровенно антисемитское дело так называемых кремлевских врачей. Не могут просить, что мы живые остались. Меня отца же арестовали в 50-м году, а я кончил здесь Минский аэроклоп в 49-м и уехал в Батайское училище летчиков. И там уже кончал, должен был звание лейтенанта получить. И меня выгнали в строй БАД за то, что отца арестовали, как врага народа, как мне сказали. А вы же можете перелететь в Турцию. По всей стране так дошли многочисленные собрания, увольнения и осуждения евреев. А народ, вы понимаете, он еще не забыл то, что немцы здесь распространяли евреев. Они же говорили, что только одни комиссары и евреи воюют. Причем рисовали в таких страшных этих самых и обвиняли во всех бедах народа только евреев и комиссаров. Это еще было живо. И оно наложилось. Тем более сверху дали, так сказать, соответствующую команду. В Чехословакии в начале 50-х годов прошлого века осудили генерального секретаря коммунистической партии Исландского. Его самого и руководство партии расстреляли те же коммунисты. Из 11 членов Политбюро 8 были евреями. Их осудили за сионизм. После пражской весны 68-го года оставшихся евреев в той же Чехословакии обвиняли в подстрекательстве к демократическим реформам и в сочувствии к Израилю. Участие евреев в Словацком сопротивлении замалчивалось и раньше. Более того, запрещалось. Только после бархатной революции 89-го года можно об этом говорить. Но и сегодня в учебниках для школьников только 20-30 строчек о Холокосте. И молодежь больше знает, что было в Словакии в 1920 году, чем во время войны антифашистского словацкого восстания. Еврейских партизан, тех, кто не погиб, заживо похоронили вместе с жертвами Холокоста. Почему все погибли, а ты выжил? Спрашивали их те, кто находился далеко от той войны или отворачивался, когда их убивали. Еврейские партизаны – героическая и уникальная страница в истории Европы на фоне Холокоста. Философ и писатель Сартер, участник французского сопротивления, много лет спустя после войны сказал, мы никогда не были так свободны, как в годы нацистской оккупации. Никто из нас не думал о том, чтобы останемся ли мы живыми. Ведь у нас и в партизанке погибли наши товарищи. Но они погибли как люди. Поэтому мы в партизанке были людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok